Йоу-йоу-йоу, леди и джентльмены, меня зовут Андрей, это канал Александр Смит, в исполнении Мессии Смит Плей. Когда всё против тебя, не вздумай сдаваться и винить этого того, виновник поражения ты сам. Не важно, сложный или простой, проиграть можно везде или неудоблив, творится своей игрой. Да, ты способен на создание больше моментов, но один момент может решить исход матча. Не важно, сколько ты создал моментов, как играл, важно реализовать свой момент. Вот даже если это будет один из нас, один из нас, ласт оф пасс, один из вас, один из нас, важных самых матчей. В общем, надо показать себя в каждом матче. Нельзя в этом сезоне быть бэррэс, крутым. А в следующем плохо. Необходима стабильность в каждом матче, из сезона от сезон. Тогда... Кто остановит Кривчану на Балда и Мадрид с Кирилл выходят вперёд в матчи, когда надо, когда через не могу, надо забивать. Хотя штанга туда-сюда была красивая. Момент у Манчестер-Сити, хороший момент возникает передача. Ай, какой гол забивает Серхи Куна Гвера! Бриллиант! Третье 118-го мирового, прямо сейчас, мировых спортивных развлечений проекта Вселенная. Рейтинг FIFA, Universal FIFA. И прямо сейчас Мадридский реал на Сантьяго Бернабел открывает 18-ю неделю сезона 14-15 FIFA 15 Ultimations против этой самой Баварии Мюнхен. Как я уже сказал, когда всё против тебя, не вздумай сдаваться. Это про Баварию прямо сейчас примерно. Это про Мадридский реал. Но Мадридский реал до сих пор ещё является претендентом на этот сезон. Но Барсона постепенно от неё отрывается. В общем, друзья, сегодня, друзья, поговорим про свежие, актуальные новости Крещану Роналду, который непонятно где будет играть. В общем, 35-кратный обладатель Ла Лиги Испанского чемпионата. Это прямо сейчас 14-кратный обладатель Лиги чемпионов Уи-Фа. Это всё Мадридский реал. Это Крещан Роналду. Это Бензима. Это Бастиан Шванштагер. Это все самые-те самые люди. В общем, из матча в матч, из сезона в сезон показывают нам стабильный футбол. Потому что нельзя быть Берес крутым. Допустим, в сезоне 14-15, а в сезоне 15-16, 14-15. А в сезоне 15-16 уже играть плохо. Необходима стабильность из сезона в сезон. В общем, Барас, кто тут самый крутой? В общем, понятно. Не важно, сколько ты создал моментов. Как ты играл. Ведь самое важное, друзья, эти моменты все реализовывать. В общем, про этот момент мы с вами сегодня проговорим. В общем, да, сегодня судья из акцентированного внимания на этого судью из Республики Корея. В общем, что? В общем, Мадридский Реал хотят выиграть много. И вот он, Кришчан Роналду, который, друзья, завоевал все, что можно в сезоне. В сезоне, что можно завоевать Бавария! Бавария! Одинной! Одинной! Вот так вот Мадридский Реал пропускает на восьмой минуте. А Кришчан Роналду думает про сезон, про год 2016, когда он завоевал все. Видите его лицо, Кришчан Роналду. Посмотрите внимательно. А тут что? Тут Бавария берет и дарит возможность в Барселоне оторваться от Мадридского Реала. Вот так вот сразу. Сегодня зима. Сегодня такой зимний матч. Хотя за окном светит солнце хорошо. А тут зима. Нужен чаек. Нужно маленько прийти в себя. Что происходит? Первый пропуск. Первый момент пропускает. И как спокойно Робен перебрался. Я не знаю, что Кассилис думал. Я не знаю, может Кассилис попал Кассилису Снежок в глаза. Не знаю. Или он ловил Снежок. В Снежки, может, Мадридский Реал играет. Как в Мадридский, как напрягся. Робен. А Робен готов дальше, походу, уничтожать Мадридский Реал. Снег разошелся, друзья. Просто капец, как идет сильно снег. Ну а что поделать, друзья? Играть нужно. Проигрывает к 17-й минуте Мадридский Реал, которому нужно хоть как выиграть. Потому что он фаворит. Он претендент, как и Манчестер Сети на этот сезон. Потому что нельзя сделать так, чтобы Барселона отрылась от Мадридского Реала. Кришчану Роналду. Роналду в штрафной площади. Площади не остановишь. Айнстап упал. Айнстап упал Макришчану Роналду, который, друзья, много что хотел выиграть. И где будет Кришчан играть? Поговорим сегодня про Кришчану. Хоть и свежие новости. Актуальные новости. Может быть, Челси предложит контракт Макришчану Роналду. Может быть, Париж Сен-Жерман. Кришчану Роналду. Какой момент имеет Перекладина. Перекладин. Ты видишь, как он сделал, друзья? Как ему подали, как ему навешали на голову, друзья? Неважно, сколько моментов. Я уже сказал в открытии. Неважно, сколько моментов. Главное, сколько ты реализуешь. Подача. Карим Бензима. В прошлом матче он такой примерно забивал. Поэтому нужно и в этом постараться что-то такое подобное сделать. Кришчану Роналду в пинтах. Показывает у нас сегодня футбол снежки. Футбол со снегом. Удар Кришчану. Снова попадает в Нойера. И тут, походу, положение вне игры. Может быть, ПСЖ хочет подписать Кришчану Роналду. Может быть, Мадридский Реал. Вряд ли, конечно, Мадридский Реал. Может быть, та самая Бавария Мюнхен. Про него тоже были слухи, что Бавария хочет заинтересоваться Кришчану Роналду. Но по поводу Мадридского Реала, друзья, могу точно сказать, что вряд ли. Потому что, друзья, сам Перес с ним звонил. Сам с ним это. Опа! Какой момент имеет Кришчану Роналду. Он попадает в Перекладину. Как он расфинтил. Как он зафинтил. Как он перефинтил. И вот он момент. В одного идут уже Рамос в атаке. Рамос, передача. Пензима 1-1. Мадридский Реал сравнивается. Сравнивается с Баварией. Все еще не потеряно. Неважно, сколько ты создал моментов, как ты играл. Важно реализовать момент. Даже если будет всего один, этот момент есть. Хотя, правда, у Кришчану Роналду было несколько моментов. Друзья, у него один перекладник сегодня. Просто Кришчану Роналду сегодня не везет. Сам Перес, друзья, сказал, что не считает переход Роналду, друзья, главным трансфером Реала в этом столетии. И вообще, в принципе, Перес сказал, что, возможно, вряд ли Кришчану заинтересован Мадридский Реал этим футболистом, друзья. Поэтому Вряд ли это случится. Это слова Переса были примерно такие. Вот такой момент имеет Бавария на последних секундах. Смотрим, как Карим Бензима тащит постепенно. Тащит пока что. Если Кришчану не может, то Пкарим Бензима. Если не Роналду, так Бензима. Если не Роналду, так Бензима. Еще будет атака. Еще будет момент. Бавария! Бавария! Удар! Касилиас! Касилиас спасает Мадридский Реал, друзья, от поражения. Если поражение у Реала, то это все. Реал еще единственная команда в этом сезоне, которая ни разу не проиграла. Нифига себе! Ариен Робин, по-моему, переломался весь, друзья. Я даже не заметил этот момент, друзья. Готово Бавария просто рвать Мадридский Реал. И готово просто собой жертвовать на такой момент, друзья. Друзья, Келлиан Баппе, знаете, что сказал? Я даже не успел ничего не сказать. Слишком жестко все так быстро. Кришчану Баппе сказал, знаете, что бляха где. Келлиан Баппе входит в число игроков мирового класса. И его признание того, что невозможно сравниться с достижениями двух игроков. Леонеля Месси и Кришчана Роналду, друзья. Независимо на его молодой возраст, друзья. Потому что они зашли за рамки. Где это у меня было-то? Начинает уже второй матч. Я пока что застрял. Плохо подготовился, друзья. А вот. Если говорить... Келлиан Баппе сделал заявление. Если вы говорите себе, что добьетесь большого успеха, чем Месси и Роналду, это выходит за рамки эгоизма и решимости. Это недостаток осведомленности. Эти игроки несравнимы. Они нарушили все законы, статистики. Вот так вот Кришчану Роналду и Леонель Месси. И это Келлиан Баппе сказал. Тот самый да. Баппе. Где Мбаппе? А Монако как играет? Где Монако? Где Монако? А Монако может вылететь и почти без Маппе остаемся. Поэтому нужно держать кулачки, чтобы Монако остался на сезон 15-16. И в FIFA 16 появится Келлиан Баппе. В общем, Джек Уилшер. В общем, Валенсия. В общем, да. А может быть, вообще Кришчан Роналду перейдет в Рому. Как вариант. Может быть. В общем, все. Мы закончили со свежими новостями. В принципе, Антош Туриал Мадрид и Рауль отказался от поста Испаньола, чтобы остаться в Кастилье. Но, походу, Рауль решил настроиться, чтобы в дальнейшем возглавить Мадридский Реал. Это про Рауля новости. В общем, что успел, что сказал. Что не успел, не сказал. Уже второй матч. Уже необходимо что? Что необходимо? Арсеналу сегодня Алексис Санчес поднес мяч, но сам пробил Джек Уилшер. Удар дальний. Он забивает в каждом почти матче. Он тащит Мадридский Реал. У него еще, походу, есть энергия. Потому что, друзья, если нет энергии, а ее необходимо иметь, эту самую огромную количество энергии, потому что, друзья, на протяжении всего сезона иметь способность представлять энергию и силы футболиста. Джек Уилшер! Удар какой нанес! Джек Уилшер! Гол снова проводит, снова делает. Вот это энергия и сила футболиста. У него явно еще огромное количество энергии осталось на этом всем, на этом, на том, на следующий сезон. В общем, не важно, как, в общем, не важно, вершина мира или низ, или самый низ, разница, балансы, конкуренции, не важно. Когда у тебя нет энергии, как у всего Арсенала, подтверждать статус серьезной команды. Претенденты. Это значит, друзья, нужно контролировать матч. Это значит, нужно создавать моменты. Это значит, нужно реализовать свой уровень игры. То есть, показывать свой уровень игры. Джек Уилшер на каждом матче, на каждом моменте показывает свою способность представлять себя, что это Джек Уилшер. Он способствует, способствует большой энергии. Он забил уже в 16 матчах 10 забитых мячей. У Джек Уилшер, это стал 10-й его мяч. Он забил идеально, друзья. Идеальный пробитый момент стал реализованный моментом. Валентия в атаке. Удар поворотом на месте. Галкипер. И это снова Арсенал. Это снова момент. Это снова Джек Уилшер. Уилшер! Ох, как мог Джек Уилшер сейчас красиво забить, но не смог. Уже второй тайм. Уже снова Арсенал. Уже снова вот так вот Арсенал раскатывает, раскатывает. Передача. Никитаки. Удар! Хороший момент, друзья. Нужно реализовывать свой уровень игры, друзья. И это, друзья, не совсем когда... Не совсем... Это не то, когда совсем или не совсем важны ваши взлеты и падения. Главное держаться всем вместе и играть в свой оптимальный, в свой лучший футбол. Арсенал, не зная, показывает, что лучше футбол или нет, я думаю, нет. Вот такой вот момент на последних секундах, на последних минутах матча. Энергия, походу, еще есть у игроков. Но Валенсия Таяна, команда, которая, возможно, друзья, отправится в самый низ, а может быть даже вылетит. Арсенал где-то в середине таблицы держится по ходу этого сезона. А если бы не Джек Уилшер, Арсенал бы еще хуже, бы выглядел, я в этом просто уверен. Потому что Джек Уилшер постоянно тащит команду. Вот спасение! Спасение из низов! Из низов хотел Валенсия. Выйти из низов, но не смог, потому что ошибся на ровном месте. Как можно было бы так не резать свой уровень игры? Упал аж все. Упал аж все. Расстроился футболист Валенсия. И не смог сравняться с Джеком Уилшером, который явно тащит команду. Из матча в матч, не из сезона в сезон, правда, но из матча в матч. Он реально настроен на баланс конкуренции. Он лучший бомбардир Арсенала. Он претендент на многое в этом сезоне. Это явно его лучший сезон. А это лучший сезон. И я думаю, это один из самых лучших сезонов Манчестер Сити. Они постоянно стабильно играют. Имеют победы. Имеют хороший результат. Прямо сейчас у них здесь. Они в гостях сегодня. Мы во Франции. Принимает Манчестер Сити Олимпик Леон. Это Ея Туре. Это, в общем, Манчестер Сити. И мы начинаем, Брюсер. 118-й. Мировой. 18-я неделя. Поехали. Пятая минута. Олимпик Леон попытается что-то придумать. Подача. Удар хороший, но не акцентированный. Удар хороший, но не точный. В общем, что не хватило им. Что не хватило тем. Что не хватает вообще всем, кто не выигрывает, друзья. Потому что когда ты... Когда тебе чего-то не хватило, чтобы победить. Когда ты проигрываешь. Вот Кунагуэра сейчас хорошенько лупанул. Хорошенько пробил. Но слишком-слишком перестарался, походу, Кунагуэра. Вот такая сегодня погода. Грустная погода. Я записывал этот матч, кстати, тоже, когда у меня лил дождь за окном. В уютное время. Это же матчи проходят в уютное время. Это FIFA Ultimations. Пиздейшнс. В общем, да. В общем, окей. Я о чем. Когда ты проигрываешь, друзья, это значит, ты это сделал не лучшим образом. То есть, если ты проиграл, значит, ты совершил ошибки. Ошибки все совершают по ходу сезона. Они проигрывают. Другие выигрывают. В общем, одни проигрывают, другие выигрывают. В общем, если ты проиграл, значит, ты не лучшим образом... Ты не лучшим образом сыграл. Ты совершал ошибки. Тебе не хватало. Тебе не хватало всего на поле. Ты не доминируешь. Появляется неуверенность. Вот этот, например, такой момент сейчас может быть реализован. Как такая перспектива, а? Как такого можно? Айнстапбалл. Ты остановишь Кунагуэра. Это, друзья, просто красная карточка должна быть сейчас. Но показывает всего лишь желтый свет перед розом. Перед розом. В общем, желтый цвет. И как можно такого остановить Кунагуэра? Это его лучший сезон. Победа – это аспект создавать и реализовывать. Это аспект атаковать и использовать моменты. Немного, конечно же, еще удачи, друзья. Понятное дело. В общем, да. Когда ты проигрываешь, значит, тебе чего-то не хватило. Тебе не хватило чего-то на поле. Ты не доминируешь. Появляется неуверенность. Совершенная в поражении. А это, друзья, уверенность в лице Кунагуэра. Забить еще один мяч и быть просто неостановимым. Ну-ка, айнстапбалл. Айнстапбалл. Кунагуэра. Пинал. Ну, блях, это что такое? Мы сегодня про неуверенность рассказываем, походу. Что не хватило Кунагуэра сейчас забить? А? Что не хватило? Уверенность не хватило Кунагуэра сейчас завершить этот момент, друзья. Но атака продолжается. Атака продолжается. Я туре. Вот такая вот передача. Такая траектория. Кунагуэра. Кунагуэра, друзья. Вот это да. Вот это ответка. Если не забил пенальти, то в ответ забивает Кунагуэра. Красиво, красиво он забивает, друзья. Радуюсь так, как будто, друзья, сезон выиграл Манчестер Сетина. Это не так, друзья. Потому что Барселона отрывается уже, друзья, в большие результаты. То если в дальнейшем, если Барса сегодня выиграет Манчестер Юнайтед, а в следующем туре Барса выиграет Баварию, то возможно, друзья, Барселона стала чемпионом, друзья. Если тактику применить, стратегию, мысль, движение. В общем, синхронизоваться и сделать момент. Вот такая передача, какая от Миллора. Хорошая оборона. Если, друзья, все сходится, синхронизует, синхронизуется, то это, друзья, это выход, это вывод того, что будет победа, друзья. В общем, использовать моменты, друзья. Победа это аспект. Это аспект создать, реализовать и атаковать. Использовать моменты. Немного удачи, хорошая оборона. Если это сходится, синхронизуется, выходит выход на победу. В общем, будет победа, друзья. Усердно работать нужно, как Кунагуэра, друзья. Усердно работает. 24-й мяч забивает Кунагуэра в 19-ти матчах. В 18-ти матчах, в 19-ти тоже на 19-й идет. На счету 118-й тур. 18-й неделя, друзья. Усердно работает Кунагуэра, друзья. В общем, работает он. Опа! Компании хорошо пробил, но не забил. Хорошо. Принял, но не реализовал. В общем, как? В общем, я про что? Я про это, я про это, я про то. Я снова опять. В общем, матч за матчем, друзья. И будет результат. Главное, чтобы были результаты в победу. И будет результат. Будет победа. Главное это принимать. Главное принимать вообще свой результат. Принимать свою работу. Матч за матчем. И будет... Вообще, в принципе, матч за матчем. и будет результат. Главное это принимать. Как принимать поражение Манчестер-Сити в Лиге Чемпионов Уэфа. Вот это самое главное, друзья. Это мейн-авен прямо сейчас, если Барселона выиграет Манчестер-Юна, друзья, как правило, как правильно, если объективно судить, то, возможно, это большой, большая уверенность будет в том, что в нужный, в правильный день, в нужный Барса все-таки станет чемпионом в сезон 14-15. Прямо сейчас Трезубец, Неймар, Суарес и Месси, они все вернулись, они снова здесь. Это Барселона против Манчестер-Юнат, которая, друзья, уже показала в этом сезоне многое. Она победила Манчестер-Сити, она победила Баварио. Она может сегодня сыграть в ничью или обыграть Барселону, друзья. Это, как правило, как правильно сфокусировать свой момент и поменять свой стиль игры в оптимальный момент. В общем, усерднее играть без мяча. Смотрите, если сегодня будет фаворит Барселона, то Манчестер-Юнат, естественно, будет играть усерднее в обороне, друзья. Она будет играть сегодня без мяча, потому что Барса обычно играет с мячом. То есть, сегодня будет больше прессинга, будет больше скорости в правильных зонах. Самое главное, в правильных зонах, друзья, не позволить себя обыграть. Ну и, конечно же, друзья, никогда не сдаваться, идти вперед. Манчестер-Юнат, хоть и, друзья, не претендует ни на что в этом сезоне, но она претендует на многое в следующем сезоне. И вообще, Манчестер-Юнат, друзья, это первая команда, которого выиграла проект Вселенная Рейтинг Хифа. Акцентирует, внимание, все на Иньесту. Он с мячом. Он с мячом. Он делает пас на Месси. Месси с мячом. Не получилось здесь, но будет подстраховка от Иньеста. Месси! Месси в штрафной площади! Площади в штрафной Месси! Месси гол! Это был автогол! Вот так вот! Вот так вот начинается матч, друзья. Неуверенно начинает Манчестер-Юнат, друзья, закатывать свои ворота игрок. Это Рафаэль был. Рафаэль, он куда-то бежал в начале матча, когда показывали, если обратили внимание, он куда-то бежал. И вот прибежал на восьмой минуте, друзья. Вот снова у нас, друзья, какие-то недовольные моменты. Снова какая-то дискуссия происходит между футболистами. А вот ответка, походу, сейчас будет масса с мячом. Ответка от Уэн Руни! Удар! В общем, попробуй остановить эту самую неудержимую, друзья, Барселону. Эту самую неудержимую Барселону попробуй остановить. Вот он Хуан Мата, который, друзья, продолжает делать так, через так, делать вот так вот. Продолжает у нас вот это. Скоро кого-то удалят, походу, Иньеста с Матой, друзья, уже походу 30 минут что-то не понимает друг друга, что-то спрашивает, что-то выясняет. Две восьмерки Манчестер-Юнат и восьмерка Барселоны Андрес Иньеста. Но это, друзья, грубо, очень грубо было сыграно. Надо Мату наказывать. Мату нужно наказывать. Мести снова с мячом. Вратарь выходит, ошибается. Мести! Мести! Какой-то удар получился совсем не акцентированный. Ну ладно. Будет еще момент. Леонель Мести. Мести в тропной блощине. И какой делает бит? Удар и гол! Барселона! Барселона! Неудержимая Барселона! Привнести! Привнести! Произвести! Возвести! Реализовать свой уровень игры! Реализовать свой уровень игры! В Суперлиге! Конкуренции! В общем, да! Любой матч, друзья, это уровень! Любой матч! Каждый матч сложный матч! Легкий матч! В общем, противостояющий, или как там, противостоющий. В общем, те, кто противостоят друг другу, серьезно. Вот так вот уже Рафаэль забил сегодня в свои ворота. Решил маленько поломать Леонеля Месси и получил желтую карточку. Что делает сегодня Рафаэль? Непонятно. Да, друзья, любой матч, это конкуренция, любой матч, друзья, это противостояние. Главное понимать, против кого и в какой стиль нужно играть в оптимальный футбол. В общем, друзья, главное понимать. Вот сегодня Манчестер и Нальд, Барселона знает, как нужно играть. Нужно в атаку идти! Еще есть Неймар! На левом фланге! Подача! Момент! Барса! Барса! Вот так вот Месси хотел пяткой сыграть на голкипера Манчестер Юнайт, друзья. Главное, вот так вот Неймар бежит, друзья. Готово Барселону, друзья, уничтожать красных дьяволов. Они правда сегодня белые, но ладно. Барселона на левом фланге. Пас пяткой Неймару. Неймар! Неймар финтит. Что Неймар придумает? Что придумает Неймар? Неймар с мячом. Неймар, который не нужен ПСЖ. Неймар просто вперед делает. Просто делает вперед. Да, друзья, главное понимать, против кого-то играешь. И вот такой вот момент! И вот такой вот момент! Юнайтед! Юнайтед! Один отыгрывает! Все-таки еще закончится. Интересно, друзья. Интересно еще будет, походу, последние 11 минут в матче еще будет что-то интересное. Руни радуется. Ман Юнайтед забивает один. И как тихо стало сегодня, друзья. Как стало тихо, друзья, на стадигоне. В общем, друзья, в Суперлиге, друзья, каждый матч это конкуренция, это стабильность, это противостояние. Главное понимать, против кого-то играешь и в какой стиль играть. В общем, кульминационный момент, кульминация. Кульминационный момент, друзья, выходит, что отменяется. Выходит, что отменяется кульминационный момент, потому что Реал теряет все надежды. Он сегодня сыграл в ничью с Баварией. Теряет все надежды по ходу Мадридский Реал. Ну, а победитель, друзья, это по ходу тот, кто в нужный момент в правильный день реализует свою победу. То есть Барселона ей остается сыграть 119-й. Это будет против Баварии матч. 120-й наш ждет Эль Классико. И 121-й Барселона сыграет в Манчестер-Сити, друзья. То есть Барсе сегодня хотя бы нужно успокоиться в этом 118-м мировом. И нам нужно тоже в принципе успокоиться. А в 119-м постараться обыграть Баварию. И тогда, друзья, если тактика сработает в голове у Барселоны, она завоюет чемпионат, не акцентируя внимания на двух последних матчах. То есть против Мадридского Реала и против Манчестер-Сити в 120-м и 121-м матче будет абсолютно неважно, кто сыграет. А если давления нет у Барселоны и она уже чемпион, я думаю, это будет самая страшная Барселона за всю историю. Она просто разгромит Эль-Классику, которую, кстати говоря, скоро со всем уже играть. Давайте, друзья, поговорим потом у Барселоны. Да? Уже говорили, друзья, про свежие новости сегодня Мадридского Реала. В Эль-Классику, то что Эль-Классику это первый матч товарищеский в новом сезоне состоится скоро Реал против Барселоны. Это 2022 год. Это новый сезон 22-23. В общем, они настроены на... А, это, друзья, настроен Мадридский Реал, друзья, на 15-й титул Лиги Чемпионов и на 36-й в чемпионате Испании. А это Челси, друзья, это Челси, который забивает красивый, кстати, гол. Кэхилл. Кэхилл забивает красивый гол. Я так понимаю, судя по всему, Челси обыграл Милан, который, друзья, походу или сыграл Мичио, сейчас надо посмотреть, что там, как решилось, все. Милан боролся, потому что Милан, друзья, в последнем списке, ему нужно, друзья, в эти последние три недели, потому что это 119, 120 и 121, в эти последние три недели или три, как там раньше у нас неделя была, тура от тура идет неделя, получается, то есть, нужно показать стабильность Милану, постараться больше не создать момента, а больше реализовать моментов. В общем, ладно, все, я уже договорился. В общем, смотрим, как сыграл Челси, тот самый Челси, который является действующим чемпионом сезона 13-14, он обладатель Лиги чемпионов FIFA. Для вас сегодня работал, как и всегда, Александр Смит в исполнении Мессии Смитплея это FIFA 15 Ultimations. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Всем до встречи в следующих прохождениях других играх и на FIFA 15 FIFA Ultimations сезон 14-15. Всем au revoir! И вот вам, пожалуйста, уууууу! Уууууу! И это гол! Гол! До новых встреч и всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добро и до новых встреч! 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 Добро и до новых встреч!